всем привет продолжаем попытки пройти мультиверс в прошлой серии я открыл новый корабль это стелс крейсер титановая оболочка систем расширенный навигатор точечный луч дирк длина луча 1 скорость луча 1 урон корпусу 2 необходимая мощность 1 время перезарядки 10 секунд и легкий лазер время перезарядки 4 секунды бонус к точности имеется плюс 10 процентов выстрелов в очереди один у нас человек-инженер слизень и энджи также месяца маскировочное поле давайте пробовать вылетаем получаем ресурсы самом начале можно попробовать взять оружие на этот раз вот простая ионная пушка защитный лазер и ракетная установка лето ракетная установка очень слабенькая простая ионная пушка 9 секунд перезарядки ну как-то не очень честно говоря защитный лазер тоже 9 секунд перезарядки да не очень оружие жаль я не могу отменить давайте простую ионную пушку возьмем пускай будет щитов у нас нет это плохо отправляемся следовать не исследованные регионы какие-то шахтерские работы наблюдаем но боеголовок у нас нет делиться с шахтерами нечем идем дальше дрейфует нетронутый тайник с припасами попробовать осторожно открыть его попробуем ничего магазин в опасности но тут будет битва по-любому давайте подеремся исследователь спасти магазин конечно же простая ионная пушка давайте легкий легкий лазер вот этот вот дирк используем и получается в двигателе уложим энергию щитов нету интересно тут вообще щитов нету этого корабля или как пока не совсем понимаю тут ко мне гости пришли и кого мне отправить на помощь давайте инженера автоматический огонь поставлю пускай стреляет по орудиям повредил я им оружейку а я сейчас я только сейчас заметил что у меня нет медблока прикольно я мог увернуться вообще от выстрела их него но не увернулся снова нас штурмуют идемте драться тогда а как же мне без медблока быть пока не совсем понимаю побеждаем берем лом у нас 39 лома мне бы что пригодилось но пока я купить ничего не смогу все равно могу немножко топлива взять полный ремонт сделать пока все а у меня есть этот самый как она называется отсек репликации а вот все нормально имеется отсек репликации так что все хорошо должно быть все все по местам отправляемся дальше к торговцу нет смысла полетим не исследованный район небольшая команда по терраформированию давайте попробуем продвинутыми сенсорами или сканерами дальнего действия сканерами дальнего действия нашли пиратский конвоир хорошо так это кнопка горячий какая-то c так мне нужно вот сейчас наверно вернулся делаю значит выстрел из лазера и сразу же вторым лазером дирк значит пробивает один щит это хорошо тогда можно просто стрелять со временем корабль противников уничтожится по одному урону наношу и это хорошо оба в конце они починились но не успели в итоге до счетов у меня вообще получается нету интересно увеличивается hill запрыжок отклон отсека маскировку в будущем можно прокачать что шла 1 летим дальше летим к снабжению получаем немножко ресурсов давайте поищем здесь припасы какие-нибудь да немножечко нашли хорошо летим дальше к снабжению немного лома нашли еще замечательно тут у нас имеется торговец раз два три 4 можно успеть к торговцу подлететь у нас уже лом накопился поэтому можем что-нибудь да прикупить пиратский разведчик сейчас будем пробовать уворачиваться 1 вот пусковник зарядилась сквозь маскировку он попал повреждаем им оружейку давайте наверное все таки по счетам в первую очередь буду бить мне кажется это выгоднее будет да скорее всего выгоднее просто по счетам бить они хотят отступить 4 топлива нам дают давайте согласимся теперь чинимся у меня пробоина оказывается в корабле давай-ка инженер тоже поучаствую в ремонте все хорошо поремонтировались а еще не совсем поремонтировались у меня такие ребята все дохленькие вот теперь уж точно поремонтировались пора отправляться дальше летим к торговцу генератор помех для оружия выдану мне модуль посмотрим что он предлагает пика луч пика может рассекать целые корабли если нет щита способного его остановить необходимая мощность 4 урон 2 ужасающий луч не наносит физического урона но начинает пожары медленное и крупное лучевое орудие консервативное орудие не требует питания при этом нуждается в другом запитанном орудии что он умеет перезарядка 17 секунд длина луча скорость луча урон корпусу один всего лишь точечный луч мизерий корд мощность необходимая 2 14 секунд перезарядки урон 3 прикольно 86 стоит чинкуэда точечный луч 10 секунд перезарядки эффект цели снижения времени перезарядки этот точечный луч наносит не слишком много урона но его скорость стрельбы быстро повышается позволяя ему сокрушать корабли без щитов длина луча один скорость луча один урон по корпусу 2 урон систем 2 получается он по щитам не бьет правильно я понимаю пельта рад луч этот устаревший радиационный луч наносит серьезный урон экипажу и ослабляет его ну и серьезный урон экипажу мне не очень интересен тут из интересного вот это пика вот этот вот чинкуэда но есть нюанс мне пока их не потянуть я возьму тогда вот этот луч 17 секунд правда перезарядка но пускай будет мне кажется вполне будет он кстати по поводу прокачки оружейку надо бы вкачать энергию чтобы ионная пушка тоже работала вот у нас уже четыре орудия имеется правда не слабенькие но четыре орудия засекли летящий через систему корабль беженцев наверное это ловушка да пиратский истребитель мы можем генератором помех для оружия заглушить оружие противника вы уверены что хотите это сделать мощность оружия противника минус два мощность собственного реактора минус два и минус одно топливо а вот как это работает минус одно топливо но вот минус два у меня хотят давайте попробуем я с движков заберу я вот так с движка заберу ничего страшного не будет в этом заряжаем пушки будем стрелять сейчас по щитам так стреляем ионной пушкой сюда и стреляем бластер щиты у них повреждены принять капитуляцию никакой пощады легко мы их уничтожили 15 лома получаем все так дальше полетим на снабжение а потом к выходу нам дают лом замечательно и летим к выходу попадаем в засаду элитный истребитель давайте снова включим генератор помех вот так вот пока что мне генератор помех в целом нравится к нам телепортируется противник причем боевой слезнюка отправим инженера сейчас слезняк добежит все пытаемся победить у меня пушки уже все зарядились стреляем по щитам противник получает пробоины щит уничтожен вражеский стреляем по оружейке все по местам противник уничтожен зарядная энергетическая пушка получена надо бы посмотреть что она из себя представляет это энергетическое оружие можно зарядить несколько раз необходимая мощность 3 время перезарядки 5 и 5 максимальную очередь 4 всего лишь ладно пока оставлю пускай лежит в трюме ремонт не нужен все летим в следующий сектор сектор гармонии или освобожденный сектор сектор гармонии давайте слетаем переходим в сектор энджи свяжемся с кораблем и запросим помощь нам выдали немножечко лома но пожалуй наверное есть смысл прокачать клон отсек чтобы хил был быстрее так но мне нужно больше энергии тогда вкачаем одну энергию вот так вот чтобы после каждого прыжка хила было больше летим на бедствие посмотрим ощутимо больше стало хила звучит на автоматическом корабле звучит сообщение передаваемое успокаивающим женским голосом уничтожить корабль можем критические повреждения корпуса оно запрограммировано на вознаграждение тому кто его отремонтирует попробуем уничтожить корабль генератор помех наверное нет смысла использовать тут корабль и так поврежден шансов у корабля мало даже не корабль а скорее какой-то дрон был летим дальше здесь у нас узел черного рынка можем продать ракеты за лом ракеты я не использую можно конечно оставить ракеты на какие-нибудь ивенты но я пожалуй наверное продам мне лом нужнее появился магазин уже где-то недалеко давайте сначала постараемся под накопить лом а потом уже залетим в магазин какой-то корабль мы находим идем туда и наш экипаж обнаруживает внутри корабля нет кислорода мы можем проверить склад давайте проверим склад поищем припасы нашли короче припасы на обломках корабля мы ничего ценного не нашли по сути мы прибыли на одинокую беззвездную планету дрейфующую в космосе быстрое сканирование показывает что на дальней стороне планеты потерпел крушение корабль давайте проведем тщательное обследование это не обычный корабль это огромный авианосец повстанцев пока что он не успел обнаружить вас и похоже на его борту есть несколько функционирующих автоматических кораблей можем попробовать атаковать давайте атакуем наверное это рискованно но попробуем используем генератор помех окей приготавливаемся к битве тут имеется дрон он нанесет мне огромное количество урона этот дрон кислород в первую очередь починим сейчас перезарядка будем стрелять по дрону потому что промах очень плохо как я могу как я могу тут стрельнуть так интересно так по щитам могу стрельнуть дождите а если я вот так а не достается равно давайте по двум отсекам все равно хотя бы щиты ему смогу повредить маскировку надо бы здесь двери откроем чтобы пожар потушить дрон мы им уничтожили теперь постреляем по щитам и вот так по оружейке немножко все противник уничтожен но получили мы большое количество урона к сожалению зажигательную бомбу получили все все по местам сейчас починимся что можно сделать можно сделать стрельба из оружия не нарушает длительность маскировки не совместима с марки с маскировкой третьего уровня я я бы хотел оружие прокачать скорострельность улучшение эффективности семь ракет а у меня нет ракет жаль вот для чего мне нужны были бы ракеты можно кран поставить чтобы лома было побольше давайте поставим кран думаю это будет хорошим выбором все отправляемся дальше исследованный район союзная станция можно продать дрон комплект и залом продаем летим дальше здесь нас встречает противник путешественник у него два орудия пожалуй включим генератор помех почему бы и нет я буду стрелять двумя орудиями по щитам и немножко постреляю опа у него дрон этот опасный тогда все все по дрону уворачиваемся дрон отключен просто пытаемся сейчас их уничтожить все окей теперь нужно чинить все что можно починить нужно чинить угу такс слезняк твой выход а подождите-ка я ж могу если у меня умрет член экипажа я его клонирую он потеряет навыки поэтому слезняк давай твой выход чини пробоину все починили готовы к вылету можно направиться в магазин кристалли кристалли можно направиться в магазин федерации я наверное направлюсь в магазин федерации посмотрим что там продается я уже не помню что там продается нас встречает автоистребитель член экипажа энджи можем защитный дрон способность сбивать снаряды и лазерные заряды пока наверное нет торговое меню открывает все открываем торговое меню мы можем можем поставить медицинский отсек зачем-то телепортатор контроль разума блок контроля дронов и вот тут вот разные виды дронов есть я сделаю в любом случае полный ремонт так как у меня прочность корабля ну щитов нет и прочность корабля уже низкая 62 лома коса здесь есть необходимая мощность 2 длина луча большая но маленький урон куплю побольше топлива потому что топлива у меня тратится много больше чем обычно исследуем районы повстанец попадается у него одна пушка и дрон давайте ничего не делать больше уклонения сделаем сейчас он будет по мне стрелять получается включу маскировку чтоб он по мне не стрелял легкий лазер перезарядился с ионной пушки стреляем по щитам так а теперь по дрону отсек дронов уничтожен теперь стреляем уже как-то вот так вот так по четырем отсекам они хотят удрать заглушить их крики будем их уничтожать все готовы одно топливо получили 22 лома летим дальше кто нам сейчас попадется сообщение со станции капитаном и команда федерации по терраформированию давайте поможем просканировать планету или проверить чувствует ли а давайте просканируем и разведчик вестников появился у него большие пушки врубаем генератор помех переходим к битве я наверное врублю маскировку пока мои орудия просто заряжаются ионную пушку по щитам тут сначала нужно будет пробить их щит а потом уже щит такс по трем отсекам дадим залп вот так вот но у них шансов нет отлично получили лом я бы хотел прокачать маскировку 55 надо маскировка на 10 секунд так вот возьму прокачаю чтобы подождать пока мои оружие зарядится буду использовать маскировку летим к выходу поближе поиск припасов я уже делал мы успеем еще слетать на бедствие а потом уже к выходу полетим пытаемся найти корабль получаем урон не нашли мы корабль все летим на выход все летим следующий сектор следующий сектор освобожденный сектор будет окей двигатель сейчас починится все готово 25 процентов уклонения летим исследовать сепаратист выходит с вами на связь сначала говоря на двоичном языке федерация федерация пожалуйста не обращать внимание на мой поврежденный процессор речи я совсем недавно освободился от гармонии хочу служить на корабле федерации может быть это ловушка нет к нам присоединился нам присоединился один член экипажа теперь полетим дальше нам попадается разведчик сепаратистов мы можем попытаться обнаружить признаки жизни с помощью слизня он обнаруживает слабые признаки потенциальной жизни давайте попробуем атаковать генератор помех на будем использовать я смотрю противника два щита сразу же врубаем маскировку и и ждем пока у меня зарядится орудие все делаем пожалуй наверное выстрелы по оружейке так стоп не успел я не успел нанести урон все кто может бросаетесь в бой по щитам бить пытаемся победить этого дрона боевого ничего себе этот боевой дрон очень мощный так автоматический огонь я пожалуй отключу ионную пушку по щитам все бьем нет не могу пробить пока промахи у них уже снова два щита так нужно сконцентрировать огонь раз-два вроде пробиваем все ли в порядке все уничтожили давайте-ка пробуем посражаться с этим дроном рассеиватель ботов убийц бордажники получают урон генератор помех для оружия можно убрать модом можно титановую оболочку убрать полученный урон расширенный навигатор давайте вместо расширенного навигатора поставлю все слезняк арестнулся чинимся все все по местам энджи у меня пока еще пускай на двери наверное идет все фиксируем на оружие все летим дальше исследовать автозастрельщик нам попадается генератор пока не буду использовать рубая маскировку ждем пока перезарядится все оружие у него три пушки все теперь начинаем стрелять по щитам в первую очередь все щиты мы сбили ну щит этот золтанский щит мы ему сбили лазером наносим урон капец у них щиты мощные рубая маскировку снова заряжаем все пушки и стреляем по щитам не пробивает сейчас пробили все противник уничтожен добыли немножко ресурсов сейчас сейчас починим корабль все модули починены летим дальше нам бы найти магазин какой-нибудь было бы неплохо хищник повстанцев хищник повстанцев попадается что у него по пушкам две пушки у него две лазерные давайте генератор помех включим я думаю без генератора помех будет тяжко убираем маскировку заряжаем орудие два щита у него имеется все делаем выстрелы по щитам один щит у него остался все теперь можно наносить урон из лазера вот так вот все щиты у них повреждены капитуляцию не будем принимать они прям все на щиты побежали противник уничтожен освободить повстанцев и дать ему уйти выкинуть его в открытый космос выкидываем в открытый космос не будем рисковать исследуем дальше кран сбора лома можно использовать попробовать добыть минералы из астероидов на были лом отлично наконец-таки магазин на пути попадается думаю залечу через один район модуль ремонтные наноботы получаем эти наноботы собирают отколовшиеся части вражеских кораблей используют их для починки вашего корпуса перед началом боя чем больше им выделено энергии тем больше наноботов будет задействовано а они наносят урон вражескому кораблю или нет интересно эти наноботы собирают отколовшиеся частицы вражеских кораблей используют их для починки вашего корпуса интересно интересно давайте попробуем вместо титановой оболочки не знаю насколько мощная титановая оболочка попробуем наноботов использовать член экипажа энджи попросить немного бесплатных дрон комплектов конечно попросим полный ремонт 26 генератор щитов опа я могу купить генератор щитов неужели давайте попробуем о появился генератор щитов круто я думал на этом корабле нельзя щиты ставить а оказывается можно приятно зафиксируем вот так наших членов экипажа мне нужно больше энергии на всякий случай 30% уворот еще бы мне подремонтироваться 1 2 3 хотя бы вот так хранитель есть дрон хранитель многоцелевой защитный дрон который может быть переключен между режимами защиты от ракет и дронов стреляет дрон снайпер с усилителем снаряды и лазерные заряды интересно будет потом в будущем попробовать через дронов сыграть магазин федерации здесь имеется но пока мне уже в магазине делать нечего ресурсов у меня маловато встану на сторону беглеца сражусь с Энджи ремонтные боты а вот отремонтировать небольшое количество корпуса плюс 2 за одну мощность реактора среднее количество 8 за 4 мощности реактора давайте 4 очка за 2 мощности вот так вот 4 прочности мы порегенили сейчас ждем перезарядки орудий огонь теперь мы с лазера будем стрелять стреляем вот так нанесем побольше урона клон отсек мне разрушили дирком мы по щитам ударим вот так вот мы их поатакуем все противник уничтожен сейчас нужно чиниться сейчас починим еще маскировку отлично все хорошо летим дальше 29 лома имеется давайте через магазин федер а нет не смогу через магазин федерации могу раз два и на выход полететь так здесь нас встречает ух ты какой-то непонятный класс враждебная и у них имеется вот какая-то система интересная я такой корабль еще не встречал вы даже не успели среагировать как на вас несется непонятный корабль вы никогда не видели и не слышали о таком корабле но у вас нет времени на сомнение приготовьтесь к бою активируем ремонтные боты минус два мощности реактора активируем у них есть контроль разума врубаем маскировку энджи перестань стрелять ого какая у них долгая долгий контроль разума у них скорее всего крутые пушки два щита давайте постреляем по щитам пробили мы щиты теперь постреляем по трем отсекам кем бы ни были эти инопланетяне похоже они не отличаются традиционной трусостью сканирование показывает что их сверхсветовой привод был включен теперь они пытаются улететь значит мне нужно концентрироваться на двигателе вражеском давайте сконцентрируемся на двигателе а вот так вот даже да я сейчас получу очень много урона к сожалению стреляем по щитам и лазером по оружейке и щитам уничтожаем противника помогаем нашему энджи тут защититься все хорошо сейчас нужно пробоину починить заделать ахилл не работает да когда отключен отсек репликации все идем на базу точнее не на базу по местам сейчас я полечу дальше здесь не исследованный район судно сепаратистов ваша ситуация с флотом неизвестно у вас есть предложение у нас есть предложение помогите нам уничтожить вражеский корабль и мы задержим флот давайте попробуем уничтожить вражеский корабль генератор помех можно попробовать у них две пушки неприятные давайте ремонтные боты потому что они сейчас пришлют ко мне абордажников скорее всего а блин я не посмотрел не пришлют они ко мне абордажников я тоже врублю маскировку у меня маскировка лучше стреляем по щитам в первую очередь нанесли один урон щитам так вот по трем отсекам нанесем урон продолжаем стрелять по щитам нанесли урон оружейке стреляем по оружейке теперь и по щитам все противник уничтожен хорошо получаем лом и затормозили продвижение противника так система у нас целая тогда я могу еще в магазин федерации слетать так раз два ну да давайте слетаем в магазин федерации предоставляем идентификатор сканирования что у нас здесь надо топливо много топлива однозначно лукан морозный лазер одни из немногих немногих орудий способных изолировать отсеки а вот с чего меня стреляют понял здесь есть оружие по скидке наверное пока не буду я лучше скорее всего прокачаю какие-нибудь системы наверное вот этот вот рассеиватель ботов убийц наверное не очень хорош а может даже генератор помех мне теперь не нужен раз у меня есть ремонт на нано боты давайте генератор помех уберу может быть в будущем что-нибудь интересное появится внутреннее улучшение а мне щиты надо прокачать все я я знаю что мне нужно делать мне нужно прокачать щиты раз два энергии пока хватает вот так вот два щита пускай будет все так будет лучше слетаю еще вот в этот не следованный район а потом направлюсь к выходу здесь у нас бомбардировщик повстанцев ремонтных ботов могу одних активировать две единицы прочности три щита у них ой ой опасно убавим маскировку три щита как мне сбивать три щита у меня такое ощущение что я не собью три щита промах не вовремя так попадание стреляю ой ой много урона получил стреляю по щитам щитов у них нет стреляю по отсекам они пошли двигатель вырубаем вырубаем маскировку пока кислорода у меня хватает можно кстати починить пока есть время пытаемся стрелять по щиту щиты сняты не успел я хотят свалить давайте примем их капитуляцию теперь починимся долго чинимся давайте ускорим немножечко все починились теперь можно лететь назад к выходу надеюсь успеем я могу это припасы поискать натыкаемся на неактивный пиратский корабль разбираем корпус пускай получим просто ресурсы здесь наверное я ничего брать не буду а вот дрон снайпер продаем вулкан мощность 5 выстрелов один урон ладно пока не буду я бы еще прокачал например щиты но это нужно 120 лома еще плюс улучшить реактор а я не успеваю я не успеваю долететь придется сражаться с повстанцами это очень плохо сейчас мне нанесут кучу урона элитный дозор печально элитный дозор на меня напал у него 4 щита как мне их пробивать я просто пока представить не могу стреляем по щитам что делать гирка наверное тоже не пробьет да он 4 не пробивает я не могу пробить щиты мне только вариант удрать постараться ну и как-то выжить стараться не я не пробиваю щиты губая маскировку ждем пока зарядится двигатель на 4 щита я уже не пробиваю чтобы я не делал просто не пробиваю получаю огромные повреждения рубая маскировку и давайте улетать из этого сектора заброшенная территория или разоренный сектор давайте заброшенную территорию полетим ну что ж на этом я пока серию завершу следующей серии постараемся открыть следующий корабль посетив пятый сектор и может быть даже получится и дальше продвинуться на этом пока все всем спасибо за внимание всем пока